Добрый вечер, господа! У микрофона Юрий Проненко. Это Финам.ФМ. Мы начинаем большой ежедневный вечерний интерактивный канал «Реальное время». В моей компании вы проведете как минимум два часа. Во втором части у нас итоги дня. Я выбрал три темы, как мне представляется, очень важные. Там будет и большая политика, и большой футбол. Не буду раскрывать все тайны. Заходите на портал финам.фм. Там уже, по-моему, висит анонс итогов дня. А в этом часе у нас в гостях лидер «Другой России» Эдуард Лимонов. Эдуард, добрый вечер. Добрый вечер. Рад. Давно вы у меня не были. Давно. Ну да, давно. Исправляем это решение. Как приглашаете, так и хожу. Будете чистить с ритмом. Буду приходить, хоть ежедневно. Отлично. Значит, напомню средства коммуникации. Для ваших звонков 65 10 99 6, код Москвы 495. Это номер многоканального телефона. Финам.фм. Это наш портал в интернете для ваших писем. Там же идет и прямая веб-трансляция. Ну, а повод. Повод я назвал тема так следующим образом. Суперактивная власть. У нас власть, особенно нижняя палата Федерального собрания, просто генерит этот ритм. Я никогда от них не ожидал, не видел. А я ожидал. Я был уверен, что они рано или поздно превратятся в инквизицию. Они сейчас превратились в инквизицию. Это следствие неудавшихся протестов. Это следствие поражения протестной волны, поражения оппозиции. И всегда в таких случаях власть чувствует себя в праве атаковать последние остатки свободы. Она сейчас за эти 7 месяцев сообразила, какие там дырки остались, мышиные норы в стене. Представьте, это как такая большая берлинская стена. Кремлевская, берлинская стена. И вот какие-то мелкие дыры она сейчас заделывает круто законодательным цементом, забивает их, чтобы вообще никто, не то что мы, чтобы и таракан не прошел. То есть власть перехватила инициативу? Ну да, конечно. Вспомните, это же всегда, когда она садится в лужу или совершает что-нибудь непотребное. Например, когда штурмовали Бесланскую школу, то потом последовала жесткая реакция. И тогда отменили выборы губернаторов. И вообще начался такой танк реакции, двинулся на свободы. Это понятно. У власти психология вот людоеда, да, такого, который чувствует слабость. То есть власть сейчас почувствовала слабость протестного движения. Она отвечает, это следствие, это слабость протестного движения, это следствие поражения. Это вот плясали там, танцевали на Болотной, вот дотанцевались. Лучше бы вообще не вылазили. Было бы, было бы климат в стране был бы здоров. Я жестко, потому что я абсолютно уверен, что вина за то, что произошло, лежит там где-то на 15 каких-то людях, которые, оппортунистах, которые выскочили и объявили себя лидерами. Не умея этого делать, не понимая, чем они занимаются. Ну, я хочу понять, а что вы хотели вот от людей, которые вышли в декабре? То есть вы хотели, чтобы они совершили революцию? Чего? То есть, вот вы говорите, 15 человек, да, я допускаю там, 15 человек, которые себя провозгласили лидерами, да? У вас к ним претензия. Если я вас правильно понял, вы считаете, что они слили все, да? В результате, да, по различным причинам. Ну, чего я хочу, я вам сейчас объясню. Я объяснял это тысячу раз, я объясню вам еще раз, коротко и доступно. Было 10 декабря. Это был удивительный день в том смысле, что власть ничего не ожидала, да? Это была неожиданность. И о том, что они придут на площадь революции, заявили там десятки тысяч, многие десятки. Кто-то подсчитывает, что в общей сложности, может, 100 тысяч человек должны были прийти. Но тут вся наша машинерия либеральная, да, заработала на Немцова, который сговорился с властью и повел людей на Болотную. То есть из идеальной стратегической позиции в центре города увел за реку, увел в ловушку. А что надо было делать? А что надо было делать? Надо было сделать 200 шагов с площади революции по направлению к Центральной избирательной комиссии. Вспомните, о чем речь шла. Речь шла о выборах. В выборах, так куда надо было направить свой праведный гнев? Безусловно, в Центральную избирательную комиссию. Надо было подойти спокойненько, безо всяких бесчинств, мирно. Тысячу раз я повторяю, мирно. Я имею право это говорить, потому что за три года митингов на Триумфальной площади, которые никогда не было ни одного стекла разбитого. Я говорю, мирно, значит, можно не верить. Прийти и сказать, взять пятерых первых попавшихся представителей этой стотысячной массы, прийти и сказать, вот господин Чуров, господа члены избирательной комиссии Центральной, посмотрите в окна, вы видите, вот стоят люди. Так вот, мы никуда не уйдем отсюда до тех пор, пока вы не отмените результаты выборов 4 декабря. Вас обвиняют в том, что это была бы провокация и начались бы столкновениями. Да пусть, да столкновения начались потом 6 мая. Не надо, при мне ничего не началось. Меня обвиняют, это можно, знаете, кого угодно обвинять. Это предположение, что могло бы случиться сослагательное наклонение. Это муть, это глупость. Они меня не любят, потому что я имею опыта, они объявили себя лидерами. Вот они объявили, вот смотрите, что мы получили в результате. Дальше все протестное движение получило характер карикатуры. Стали заискивать перед милицией, там выплясывали милиция с народом. Милиция не была с народом. Она будет с народом, безусловно. В тот момент, когда она поймет, что на другой, что это народ, а не Ксения Собчак стоит перед ним. Что вы так вот Ксении Собчак? Она символ, она мне лично ничего плохого не сделала. Она символ и отдувается за то, что она символ. Она, по-моему, абсолютно искренний человек. Да меня не трогает, искренна она или нет. Она примкнула с ее вульгарным, пошлейшим этим образом, да, кинодивы такой, теледивы, теледивы, не кинодивы, теледивы. Вот с ее прошлым, с ее папонькой, приятелем Путина. И она со всем этим багажом пришла и стала символизировать протест. Это кривое зеркало. Что значит не отвечает, отвечает. Мы говорим сейчас о вещах, которые нам не подчиняются с вами. Вы не можете сказать, дочь, не отвечай за отца. Ну, не отвечай, а люди ее оценивают как таковую. Ошибаются? Как дочь, как дочь сенатора Нарусовой, как дочь папы Собчака с очень мутной историей. И тем более, ее имя связано Собчак, связано с Путиным. Поэтому ей лучше было бы на это время, вот пока все эти волнения происходили, уехать куда-нибудь в Швейцарию или в глухую русскую деревню и не показываться. Для всех было бы лучше. У вас такая обида, что ли? Вот я хочу просто понять. У кого обида? У вас обида, да? Слушайте. Что вот эти 15 вас отодвинулись? Нет, слушайте. Я, кроме того, что я, значит, политик, да, что у меня столько, такая история партии. Тяжелая, сильная, продолжающаяся. Это правда. Помимо всего прочего, кому я могу завидовать? Завидовать. Вы смеетесь, я, да? Вот сейчас популярность считается, что я там один из лучших ныне живущих писателей. Другие говорят, ну, обращайтесь ко мне, Лев Николаевич. Я шучу, но говорю почти так. Кому я могу завидовать в моей стране? Нет, я говорю не о зависти, а об обиде. О какой обиде? О какой обиде речь идет? Речь идет о том, чтобы завоевать свободу, чтобы кончилась эта темная ночь над Россией, продолжается, да? Она началась где-то еще при Ельце, она продолжается. Мы живем, и ночи этой не видно конца. И был шанс 10 декабря. Вот что мною движет, мною движет глубокий трагизм, понимание того, что происходило. И сейчас, спустя, я понимал это в тот же день. Я понимал, что это трагедия. Я стоял там на площади революции, мне было так говенно, я вам скажу, я бы еще и матом выргался. Очень плохо. Но потому что я знал, что делать. А толпы ушли. Ушли. Этот шанс упущен? Этот шанс упущен. Был еще один маленький шанс 5 марта. Маленький. Опять-таки, я пошел туда, куда надо. Я пошел. Мы подали заявку на проведение митинга на Большом Черкасском переулке, дом 9. И до этого, вспомните обстановку, многие лидеры оппозиции кривлялись и говорили, надо идти на Лубянку. Правильно. Но никто не пришел. Пришел я и там 600 человек. Я пошел прямо на цепи вот этих ОМОНа, которые заграживали малый Черкасский переулок и вход большой. Я подошел к ним и говорю, пропустите меня, я иду в центр избирком. А не стояли там три жидкие цепи на самом деле. Если бы со мной было не 600 человек или около этого, а пришли бы все те, кто кричал, что мы придем, но вместо этого пошел на Пушкинскую, у нас был второй шанс добиться уступок со стороны властей. Эдуард Лимонов сегодня здесь и сейчас в реальном времени на Финам.фм. Сразу после краткого выпуска новостей продолжим. 19 часов 18 минут здесь в московской студии Финам.фм. В реальном времени Эдуард Лимонов. Ваши письма на финам.фм. Ваши звонки на 65 10 99 6. Код Москвы 495. Эдуард, я вот все-таки хочу обсудить с вами эти решения Государственной Думы. Смотрите, значит, о митингах. Вчера фильтрационный интернет. Вы, кстати, я знаю, активный пользователь социальных сетей. Завтра в пятницу 13-го ожидаем мы принятие законопроекта о клевете. Это же все звенья одной цепи. Вот что хочет власть? Заделывает дыры, я сказал. Самые мелкие дыры вот в этой стене. Оппозиция не смогла сделать более крупных дыр? Оппозиция вообще, я вам уже сказал и повторюсь, что, на мой взгляд, положение ухудшилось. Нисколько не улучшилось, а вызвало вот эту вот реакцию. А противостоять этой реакции, я думаю, что у той оппозиции, которой мы имеем, нет возможностей таких. У той это у какой? Вот у той, которая вихляющаяся, как моя бабушка говорила, ее любимое слово было, вихлястой. То есть у Дальцов, Навальный, Минцов. Вихлястый. Ну, у Дальцов, Навальный пришли последние как-то моменты. А вот в начале это была вот Лига избирателей, там вдруг проснувшийся после десятилетий хмурой спячки усатый Акунин, там Дима Быков, наш похожий на Александра Дюма. Все прекрасные люди. На самом деле, все-таки оппортунисты, понимаете? Они появились, они, никто из них не пытался что-нибудь изменить до этого, никто не прошел тяжкий труд через тяжкую работу образования партии, никто, никого не наказывали, активисты у них не сидели. То есть они пришли, чтобы возглавить массы. Я вот их обвиняю в прямом оппортунизме. И более того, теперь видно, что они быстро разбежались. Слава богу, хоть не в соглашательстве с властью. Соглашательстве тоже есть, кого обвините, в предательстве есть. Это можно обвинить Рыжкова, Немцова и Пархоменко, например, совершенно спокойно. А почему вы так считаете? Ну, потому что... Ну, смотрите, у Бориса Немцова, да, были обыски. У вами нелюбимый Ксениевский, как Собчак, тоже были обыски. Люди не понимают, что обыск это не показатель того, что что-то... Обыск к обыскам, но дали им... Восстановили партию Рыжкова, это основное. Позволили в руководящий состав партии войти тому же Немцову как сопредседателю, Михаилу Михайловичу Касьянову как сопредседателю и Рыжкову как сопредседателю. Это плата. А то, что обыски, то, что вывешивают в Live News прослушки Немцова, слушайте, ну, иногда агентов, я не говорю, что они агенты, ну, например, вы смотрели фильмы американские, наши, как какого-нибудь агента ЦРУ, сажают в тюрьму к преступникам нормально, чтобы выглядело правдоподобней. Можно и обыск устроить. Но в данном случае, я не говорю, что это сделано специально, это сделано чуть-чуть пугануть. С одной стороны, мы тебе, да, и обыск, и 30 серебряников свои получи за то, что ты увел людей со стратегически важной позиции в самый единственный день, когда был шанс победить. Во мне говорит профессионал, который с отвращением относится и к предателям, и к оппортунистам, профессионал политики, и который понимает профессионал политики, 18 лет вот этого всего, который понимает, как редко появляется исторический шанс. Поэтому я говорю, сговнили, слили, и можно добавить еще много чего. Вот, как говорил генерал Лебедь, вот от чего за державу обидно, от чего обидно. Мне, моя личная, моя амбиция, они у меня давным-давно удовлетворены. Я никаких у меня мелких вот этих, я не Яшин, да, я не какой-то там солдат удальцов, который только и знает куда-то там прорываться. А почему Яшин-то мелкий? Ну, потому что он мелкий. Ну, почему мелкий-то? Ну, потому что меня зовут Лев Николаевич Толстой, в конце концов, мать-перемать. Я, великий, написал 52 книги. Что эти люди сделали? Ну, Яшин напишет. По мне будут судить о нашей эпохе, о том, что я говорю, так и будет мой приговор. Вы знаете, как о людях судят? О Риме судят. Вот Синека сказал, Цицерон сказал. Все, до свидания. Никаких немцовых там не будет. Никаких Яшиных не будет. Приговор даже не будет. Будет один Лимонов и Путин. А один из немногих. Один из немногих. Вот вы меня, поверьте, и в это вы верите, я вижу. Поэтому не надо меня ставить на... Я необычный, да? Они все занимаются либо оппортунизмом, либо только политикой. Либо вообще ничего. У вас какая-то ненависть к ним прямо, Эдуард? Ненависть за то, что сговнили. А когда еще это будет второй шанс? До этого шанс был на и политические изменения в стране, правда, с другой стороны, в 1993 году. Вы хотите, прибавьте к 2011 и 2012 вот столько же лет, сколько прошло от 93 до 2011. Хотите 18 лет? 18 лет хотите идти по темной пустыне? Я не хочу. Мой гнев огромен. Потому что общество, и я не успокоюсь, пока вся эта публика не будет сметена из лидеров. Обществу нужны другие лидеры. Какие? Другие лидеры абсолютно, которые, идя на митинг, не будут думать о том, как бы никто-либо не устроил провокации, а будут четко верить в то, что, может быть, я домой с этого митинга, я там такой-то не вернусь. Вот такие лидеры нужны протесту. Вы очень жесткий человек. Я жесткий, потому что у нас власть жесткая. Потому что людям же есть что терять. Да терять, тогда пусть не суются со своими носами в это дело, пусть сидят дома. Вы вот в своей позиции одиноки, я сейчас имею в виду не сторонников вашей организации «Другая Россия», а кто-то из оппозиции вот вам близок. Я думаю, что, судя по тому, как стремительно увеличивается количество людей, которые меня поддерживают, читают мои проповеди, и просто, ну, это, ну, разительно во много раз увеличивается и разделяет мои взгляды. Я думаю, что я правильно придумал, что я стал людям объяснять. Я до этого не очень объяснял. Я думал, что все все понимают. Теперь, оказывается, надо объяснять. Надо не стесняясь говорить. Этот предатель, этот оппортунист. А вы что, вчера родились? Вы представляете, что все такие розовые, да, такие прекрасные, смеющиеся, и не хотят своего интереса? Конечно, хотят. Ну, вот я хочу тогда персонально пройтись. Навального вы воспринимаете как лидера оппозиции? Я не воспринимаю его как лидера оппозиции. Ну, вот автоматчики стояли у подъезда его дома. Ну, что такое автоматчики? Ну, что вы мне это... Вы знаете, сколько обысков было вообще у активистов Национал-Большинской партии? Первые начались где-то в 98-м году. И вот стоит Стас Дьяконов... Еще до Путина. До какого Путина, конечно. Стоит Стас Дьяконов, у него обыск в гараже. Мама стоит Стаса и плачет. И стоит рядом такой старый мент и говорит так, иронически, и успокаивая ее. Да не плачьте, мамаша. Ваш же сын революционер. А что же за революционер без обыска, да, вот мент? Что такое обыск? Это вообще ничего. Месяц прошел, может быть, никакого продолжения этим обыском не будет. Ничего. Я вот хоронил людей. Вот Каспаров со мной хоронил Юру Червочкина, у которого голова была... Череп превращен в коллекцию, в фарфоровую вазу склеенную, да? Потом я через год хоронил Страдымова. Точно та же история. 12 погибших. Люди не думают, они все начинают меня винить. Вот вы спекулируете. Я не спекулирую, я ставлю точки над «и». Я говорю, вас никто пока не преследовал. Не надо свистеть тут о 37-м годе. Это ничего. Обыск и что? И что дальше? Что такое? Ну, их садят там, пусть на 20 суток, но... Удальцов вот трудовые работы присудили. Ну, слушайте, ну, у меня вот люди сидят по 5 лет, по 5,5 лет. Сейчас поехали трое за Манежную, 5 лет, 5,5, 4, 3 года. Люди, которых я лично знаю. Столько этого всего у нас. В радикал этого. Я не радикал, я просто серьезный и человек, настроенный трагически, который правильно видит нашу страну. Это суровая страна. У нас суровый режим. И вот эта надежда, что мы сейчас тут посвистим, оденем белые ленточки и что-то добьемся, это глупая надежда. Надо избавляться от иллюзий, чтобы потом не было больно очень. Ну, хорошо, а с точки зрения практических шагов, в чем они должны заключаться? Ну, вот избавились люди от иллюзий, осознали, услышали вас. Дальше что? Я считаю, что... Вот сейчас принимаются законы, которые, в общем-то, наш эфир, наверное, после подписания этого закона, да, он, наверное, и не смог бы состояться. Я могу сказать следующее, что эти все законы, они, конечно, направлены на интеллигенцию. Вот интеллигенцию... Припугнуть? Да, на московский, на рассерженных горожан. Мне вот, кстати, нравится хороший этот термин. Я считаю, что он правильный, потому что он определяет как-то... Выходили далеко не средний класс, как нас утверждает. Имущественно судить от тех, кто выходил на все митинги вот эти последние семь месяцев, вот с этой точки зрения, там, достатка, очень глупо, потому что там была масса учителей, масса докторов, там, людей, которые на самом деле по всем самым низким стандартам... Но и немало было обеспеченных людей. ...не могут считаться. Ну, обеспеченные люди, Прохоров вышел, да, ну, конечно, он обеспеченный, человек, он бросается в глаза. А на одного Прохорова вышло тысячи очень необеспеченных, которые, видимо, себя тоже считают не последним классом, да. Хорошо, вот все-таки с практической точки зрения. Что значит практической точки зрения? Вот что дальше? Осознали, поняли. Просрали, еще, там, отточие, да, про-про-про. Да. Теперь надо все начинать сначала, безусловно. Все сначала. Теперь надо собираться к осени, протест не прекратится, идет, понятно. Ну, это Немцов, и Навальный, и Яшин тоже все говорят об этом. Никаких Немцовых, никаких, это, как появился Немцов, берите его и выбрасывайте подальше от этого, иначе... У вас личный конфликт с ним? Нет, у меня нету личного конфликта с этим человеком. Абсолютно. Он мне, а, совершенно неинтересен. Но вы же с ним в какой-то момент даже вот пересекались и сотрудничали. Он мне нравится, я никогда с ним не сотрудничал. Я сотрудничал, действительно, в рамках коалиции «Другая Россия» с Каспаровым, с Михаилом Михайловичем Касьяновым, с рядом других людей. Но вот Касьянов, я прям чувствую, у вас уважение. Вот в словах. Если вы Бориса просто называете Немцов, то... Знаете, Касьянов множеству людей не нравится, потому что он был премьер-министр и все. Но если говорить со стороны, вот взять его поведение со стороны этики, он никогда не допустил ничего непотребного. Не в эти месяцы, кстати, он стоял скорее в стороне от всего. Но 6 мая мы с ним встретились на болотах. Хорошо, прекрасно, встречайтесь и дальше. Я хочу следующее сказать, что он никогда не допустил, он никого не предал. Он в этом смысле для меня, он чист с этой стороны. Вот только всего. Его, я не считаю его крупным политиком и вообще считаю, что он как бы, ну, пассивен был в последнее время. Да, он мог бы быть иным. Но одновременно, говорю, нет, он не допустил того-то и того. Ну, кто вам близок, Эдуард? Ну, вот ответьте мне на этот вопрос. А почему мне должен быть кто-то... Вот вы одиноки, получается, да? А это не беда. Вы видите это как вот такое, знаете... Нет, я не говорю, что это беда, я просто хочу понять, вы одиноки. Вы одиноки, значит, вы не правы. Вот к чему вы катитесь. Абсолютно нет. Вот здесь вы уже за меня домыслуете. А на самом деле, вы хотите так сказать. А я за вас сказал то, чего вы не хотели сказать, но не сказали. Я вам объясняю, что очень часто один человек бывает прав, а многие не правы. Тем более, у нас все равно. Это проснувшаяся буржуазная оппозиция. Они... У них нет опыта. Мой опыт политический намного солидней. Продолжим. После краткого выпуска новостей наше общение с Эдуардом Лимоновым. 19 часов 32 минуты. И сегодня в реальном времени на Финам.фм. Эдуард Лимонов. 65 10 99 6. Код Москвы 495. Номер нашего многоканального телефона. Финам.фм. Это наш портал в интернете для ваших писем. Там же идет и прямая веб-трансляция. Ну, вот смотрите. Мнения разные приходят. Максим пишет. Эдуард, вы, возможно, во многом правы. Но много якаете. Не все люди это приветствуют. Вопрос. Кем бы вы себя видите в случае смены режима? Исключительно президентом или готовы занять должность подначальником? Вот так сформулировал свой вопрос Максим. Ну, Максим задает такой сырой обывательский вопрос. Правда, бывает и хуже. Что значит, кем себя видите? Я, простите, прошу вас поверить. Я, конечно, себя вижу человеком, который сможет, наконец, освободить свою страну. Вот закончить эту ночь. То есть ваша президентская, лидерская амбиция? Что значит, президентская? Что надо... Знаете, вы еще спросите, есть ли у меня высшее образование. Это уже самое дебильное. Тут постоянно люди хвастаются своими... Утого три там высших образования. Меня милиция спрашивает, говорят, образование высшее там. Я говорю, 10 классов. Милиционер поджимает губы. Знаете, у нас это обязательно вот это надо быть. Или быть бывшим вице-премьером, как там Немцов. Или быть... Бывшим премьером. Это вы мне запудрили мозги с этим. Нет, это Максим вам задает вопрос. Да вот слушайте, слушайте, что я говорю. Пусть мне поверит Максим, что такие люди, как я, тоже бывают. Мне не нужна никакая должность. Никакая. Вот совершенно. Вот поверьте мне. Вообще... Я верю вам. Ни одна должность мне не нужна. Я буду чувствовать себя великолепно в день народного восстания. Когда все это будет ясно, что все горит ясным пламенем, и, наконец, начинается другая жизнь. Вас посадят рано или поздно. Ну, посадят. За вот эти вот все высказания. Ну, я сидел, и что? Вы фактически призываете к изменению... Я ничего не призываю, это вы призываете. К изменению власти. Нет, нет. Я сказал то, что я сказал. Я буду себя великолепно чувствовать в день народного восстания. Так. Когда люди выбегут там с чем-то, они с вилами, с косами, с дубиналом. И будет вам марш... Марш миллионов будет вам всем. Олег пишет. Лимонов тоже романтик или популист. Теперь он будет популистически разглагольствовать, как было бы. Да, почти гарантированно, что бы не случилось бы. Лимонов, в отличие от вас, дорогой товарищ... Олег. Да, прошел через тюряги, несколько, да, тюрем. Прошел через шесть войн. А вы против меня вообще никто, насекомые. Ну, не оскорбляйтесь. Я буду оскорблять, потому что сейчас каждый... Как это... Каждый дурак бетхой он у нас. Много у нас... Что ж такое-то, да. Все все понимают. Все лезут в политику, говорят там, вот ты не прав, Лимонов не прав. Он такой, он сякой. Слушайте, вы кто? Вы 18 лет тащили на себе вот этот груз политической партии. Вы хоронили людей. Вы сидели на сотнях процессов, на которых я сидел. Как вы, как у вас хватает нервов еще что-то задавать какие-то вот такие подобные вопросы? Задавайте любые вопросы Эдуарда Лимонова. С высока, нет, вот эти вопросы свысока. Там, ах, Лимонов разлагольствует. Я не разлагольствую. Я считал кирпичи в гребаном саратовском централе, значит, сидел и сидел, и процесс мой шел. Я считал кирпичи, чтобы успокоиться в стене напротив. Когда вы будете, дойдете вот до, там, я не знаю, 200 тысяч кирпичей, тогда поговорим. Что ж вы, вот, вам прям жертвы нужны, чтобы люди пострадали. Мне не нужны жертвы, я просто противоставляю свой опыт трагический, большой и сильный вот этому опыту людей, сидящих на кухнях на своих или у своих компьютеров. Прямо противоставляю, противопоставляю и говорю, мой опыт преобладает, он, вы не любите больших людей? Вы не верите, что они есть в ваше время? Это ваша проблема. Вы маленький, значит. Артем пишет, ну, вот это, я думаю, вас не оскорбит. Эдуард, в вашей речи не слышно абсолютно никакого конструктива. Этот оппортунист, этот предатель и тому подобное. Может быть, надо что-то делать? В то время, пока вы пишете книги, в стране процветает коррупция, другие болячки. Вас больше запомнят по делам, а не по книгам, а дел пока нет. Одна имитация деятельности. Ну, это абсолютная глупость. Это, значит, человек считает, что у вас существовала партия. Я вас прошу, не оскорбляйте, слушайте. Нет, я говорю, это абсолютная глупость. Человек что, не следил? Он вчера родился, он не знает, сколько людей пошли в тюрьмы за простые вещи. Когда была, например, когда монетизация льгот произошла, когда 104 миллиона людей лишили, даже это были не льготы, это была как бы плата натуры, там, проезды в метро, когда у инвалидов, да, у инвалидов от рождения отобрали там поводырей и прочее, у слепых. Ну, буквально, это все милиционеров даже коснулось. Кто пошел первый и что-то сделал? Пошли мои ребята захватили, захватили министерство после этого, захватили Минфин, захватили кабинет этого, как его звали, этого придурка, министра этого. Не помню уже. Вы меня точно судили. Получили по пять лет. Получили Зурабова. Получили по пять лет за это. Это чего? Это я сидел и бездельничал, да? Когда люди захватили в Севастополе в свое время мирным путем здание клуба моряков, вывезли там, Севастополь, русский город, и потом по всем украинским тюрьмам путешествовали. Это я чего? Сидел? Это вы мне говорите? Вы лучше почитайте, посмотрите историю, вот недалекую, совсем рядом с вами. Вы всегда будете говорить, у меня каждый раз находится какой-нибудь остолоп, который мне начинает, как ваша программа, да зайди ты, идиот. Программа висит уже много лет повсюду, ее можно достать, посмотреть, ты просто не хочешь и не смотришь. Ты хочешь уязвить Лимонова, или там был бы на моем месте кто-то другой, большого человека, и сказать, вот ты не прав. Сидите в своих мышиных норах, вы все равно не мне, вы мне не нужны. Мне вот такие люди. А кто вам нужен, Эдуард? Кто, вот с кем вы готовы работать? Вы говорите, вы будете рады, да, когда ночь над этой страной пройдет. Вот кто? Вот те, кто к нам приходит в партию. Вот знаете, сейчас недавно Долматов, этот парень, которого должны были задержать за то, что он был 6 мая, он ведь оказался одним из главных конструкторов оборонного ракетного предприятия. Молодой парень, вот он сейчас попросил политического убежища в Нидерландах, потому что здесь перед ним был выбор только тюрьма. У него были, ходили к нему операки, его должны были арестовать. Вот он нелегально перешел границы. Вот какие у нас люди. Вот недавно два офицера военно-морского флота под Мурманском, тоже из закрытого города, проходят по делу, они активисты другой России и так далее. У меня есть те люди, которых я хочу. Не надо за меня беспокоиться. Эдуард Лимонов сегодня в реальном времени на Финам.фм. Ваши звонки на 65 10 99 и 6, ваши письма на финам.фм. Добрый вечер, вы в эфире, как вас зовут? Алло. Меня зовут Илья. Да, Илья, пожалуйста. Эдуард, вопрос к вам. Знаете, соглашусь со многими людьми, которые вам, наверное, говорят, что действительно, чем больше вас слушают, тем больше понимают, что вы правы в чем-то. Да, и вы очень резкая оценка высказываете. Многим это сначала не нравится, но потом люди приходят к тому, что действительно вы это, наверное, правы. Спасибо, Илья, спасибо. Протест, да, это, наверное, так и было. Но вопрос у меня немножко в другом. Я, скажем так, знаю историю. И у вас название партии, вашей души, да, национал большевистская. Честно, вы меня по поведению, хотя, конечно, я не жил во времена Ленина, Троцкого, по поведению, мне кажется, очень похожий. Скажем так, по своему взгляду на всех большевиков. Вот чисто потенциально, если предположить, что вы придете к власти, вы что, вешать их, будете тех вот... Ваших оппонентов. Ваших оппонентов. Я понял. Вы начали за здравие, окончили за упокой. То есть из чего это все следует, непонятно. Значит, хотя бы вы хоть понимаете, что такое национал-большевизм, к сожалению, теперь уже как бы трудно людям это внушить, но на самом деле это было антигитлеровское, антисталинское движение в свое время. Один из крупнейших лидеров немецких национал-большевиков, Эрнст Никиш, написал книгу «Гитлер. Злой рок Германии», по-моему, в 1939 году, и тогда же уехал в гитлеровский лагерь. Другой основатель, русский уже, Николай Устрялов, закончил свою жизнь в сталинском лагере. Поэтому вот это не, национал-большевизм далеко не равносилен нацизму. Это надо сразу, это элементарно. Есть прекрасная книга Огурского, найдите в интернете, почитайте, что такое национал-большевизм. Но дело сейчас не в этом. Что вы меня подозреваете? У меня темперамент, да, вот темперамент может быть близким. Ленина там называли, тот же Троцкий, когда ругался с ним, называл его маленьким Робеспьером. Оказалось, что все-таки он не маленький Робеспьер, а большой Робеспьер. Но дело не в этом. Ленин не выносил многие вещи. Он там ругал своих, того же Троцкого и Иудушка Троцкий. Это не помешало им, в конце концов, все равно совместно свою революцию сделать. Я с вами, наверное, согласен в том, что по темпераменту, да, я, наверное, близок к этим людям. Я горжусь этим. Я горжусь этим. Я считаю, что такие люди, как я, приносят куда больше пользы. И, кстати говоря, на протяжении чуть ли не 18 лет последних, честь русской оппозиции отстаивали в основном на сболы, запрещенные сегодня. Как бы они ни назывались. Как бы они ни назывались. Я горжусь тем, что в последние годы жизни и Анна Политковская поняла наше значение и великолепно к нам относилась. И Елена Бонера, умирая, и в последнее время нашла время, теплые слова сказать, обращенные в адрес, и меня лично, и на сболу. А все остальные, кто там, сейчас, знаете, очень много желающих быть и правозащитниками и все. А это две испытанные женщины. Так что лучшие люди понимают, кто мы, кто мы есть. И власть понимает, иначе бы она не запретила нас в 2007 году всеми правдами и неправдами. Давайте продолжим наше общение со слушателями. Добрый вечер, вы в эфире. Как вас зовут? Алло. Алло, здравствуйте. Меня зовут Андрей. Я, знаете, что хотел из себя заметить? Несмотря на то, что мне не близка такая радикальная позиция Эдуарда Лимонова, однако в речи человека присутствует искренность. И я прекрасно понимаю, что его сторонники, они наверняка с ним будут постоянно, будут следовать. И есть у человека идея, есть у человека, прямо чувствуется его желание и боль. А вот той оппозиции, о которой мы говорим, к сожалению, яркости, мысли и вот этой искренности нет. Вот именно поэтому на них, на самом деле, смотреть несколько странно. И вот я, на самом деле, не вижу в них той движущей силы, которая может реально что-то изменить. Но при этом вы и Лимонова не готовы поддержать. Я же вас правильно понимаю? Да, Юрий, он слишком радикален. Но я к тому, что это, наверное, беда России в том смысле, что и большинство людей, которые ходили на выборы, что-то на парламентские, что-то на президентские, они были лицами на альтернативы. Эдуард, вы можете пойти на компромиссы? Вот коротко мне ответьте на это. А кто когда предлагал компромисс? Власть компромиссы не предлагает. У нас власть экстремистская. Надо начать с этого и понимать, что у нас радикализм, крайний даже, наверное, неизбежен. Потому что власть наша экстремистская. Она задает то. И что значит на компромисс? Я говорю, предположим, простая вещь, я говорю, дайте нам Триумфальную площадь, дайте нам возможность собираться раз там, сколько там, 7 раз в году на этой площади. Одновременно власть говорит, нам нужен гайдпарк. Слушайте, считайте это гайдпарком. Но власть не идет. Они ни разу мне, ни разу не уступили. Ни разу не уступили гражданским активистам, кто ходит. Были моменты, когда на Триумфальной площади либералов было в 3 раза больше, чем нацволов. И в эти моменты власть не уступила. Она только уступит, если ты встанешь на колени. И вот разрешенные митинги она разрешает. Но потому что она считает, что это жест унижения. И так и есть. Разрешенный митинг, который окружен там в три кордона сотнями тысяч милиционеров, это понятием власти, это она разрешила. Это покорность, жест покорности. Поэтому радикализм мой, он абсолютно пригодится. Он все более будет нарастать именно потому, что у власти экстремизм как таковой. Экстремизм, который давно попрал все законы, который пользуется законом как дубиной, чтобы запрещать и чтобы уничтожать свободы. Поэтому не надо меня. Я вот человек того времени, которое вам пригодится сейчас. Оно скоро наступит. Оно будет. Сейчас еще вам кажется, что я слишком радикален. Подождите. Подождите чуть-чуть. Это Эдуард Климонов. Осенью и весной вам не покажется уже, что я настолько радикален. Реальное время. Финам. Финам. Продолжим наше общение после краткого выпуска новостей. 19 часов 47 минут. Здесь в реальном времени. Эдуард Климонов, 651099, 6. И финам. Финам. Наши средства связи. Открытые эфиры. Сдавайте свои вопросы. Высказывайте свои мнения. Ну вот я сразу хочу вам сказать, господа слушатели. Я не буду зачитывать письма, которые подписаны, знаете, печально и другими. Вы представляете. Вы же знаете, кто здесь у меня находится. Вы знаете, как меня зовут. Давайте все-таки будем более уважительно к другому относиться. Поэтому даже самые хорошие письма с хорошими вопросами, но анонимки я читать не буду. Добрый вечер. Вы в эфире. Как вас зовут? Добрый вечер. Игорь Львович меня зовут. Добрый вечер. Слушаем вас, Игорь Львович. У нас время идет. 10 минут осталось. Я общаюсь с Эдуардом Львоновым. Да, вы уже в эфире. Странно. У вас новости там какие-то. Ну не хай. Наложение какое-то. Ну и пускай ладно. Так вот у меня... К Эдуарду пожелание. Если он хочет быть политиком, он не должен быть настолько экстремистом. Понимаете? Если он хочет достичь целей, если он хочет понтов, личных амбиций, это совсем другое. Политика любит тишины. Понимаете, о чем я говорю? Эдуард, вы меня слышите? Эдуард меня не слышит, да? Нет, Эдуард вас слышит. Хватит нести пургу всякую. Вот это был ответ. Дальше идем. Добрый вечер. Нет, ну время будем экономить. Добрый вечер. Ну вот это его мнение, да? Он меня не любит. Так скажи, я его не выношу, этого Лимонова. Вот. По каким-то причинам. Я вот не люблю. Морда его мне не нравится. Политика любит тишины. Он сидит перьевой подушкой рядом с задницей жены и высказывает мне. Я буду вас... Прекращайте оскорблять слушателей. Я их всех буду оскорблять. Прекращайте. Не слушатели, а те, кто вот... Те, кто мне задает умный и толковый вопрос, я приветствую, даже если это мой противник. Задавай вопрос. А что это? Он должен, он меня учит. Ты 18 лет был в политике, я был. Не надо меня учить. Добрый вечер, вы в эфире. Как вас зовут? Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Виталий. Я вот, в принципе, как бы... Ты читал Эдуарда Лимонова. Вообще, мне нравятся, как бы, его стили. Я читал Девочка-зверь, Американские каникулы и так далее. Я хотел задать вот какой вопрос. Ну, вот хорошо. Он увидит, скажем так, зарю революции и так далее. Увидит эти виллы. А что дальше, собственно говоря? Не повторит ли он путь Эрнесто Чигевара де ла Серна, когда, в принципе, победила Кубинская революция? И, собственно говоря, он не нашел применения в жизни, в Кубинской, в той, да? И поехал в другую страну делать революцию. То есть, что дальше? Да, спасибо. У нас очень любят подстелить соломки, так сказать, положить в картонных коробок, чтобы прыгнуть, так уж не убиться, да? Это жизнь, это надо предполагать. Я вам говорил, если вы слушали всю передачу, я говорил, выходя на митинг, лидер, реальный лидер, которого поверят, должен верить то, что он может не вернуться преспокойно с этого митинга и больше не увидит своего дома. А то, знаете, если вы будете думать, как бы пуговицы от рубашки не потерять и, не дай бог, еще от пальто потерять, тогда, конечно, ну куда вы дальше? Вы дальше своей жены никуда и не пойдете. Давайте я сейчас запущу голосование, смс-голосование. Я все-таки хочу понять мнение наших людей. Россия очень мощная, богатая, сильная страна. Она дорого стоит, она стоит столько жизней, к сожалению. И если вы верите в то, что власть сейчас бледнее, с изменившимся лицом бежит к пруду, то никуда она не бежит. Ничего она... У нас долго... Власть готова на переговоры. Куда она готова? Еще даже, я говорю, водометы ни разу не употребили. Слезоточивый газ ни разу не пустили. А вы уже все там, сейчас власть растаяла от ваших этих похождений шарканей подошвами. Будьте реалистами. Понимайте, что вы имеете перед собой мощную традицию просто салютизма в России. Мы были самые последние, мы были жандармом Европы многие столетия, когда вся Европа уже жила по другим законам. Если вам близка позиция Эдуарда Лимонова, то на короткий номер 5533, пожалуйста, пришлите смс-сообщение с буквой А. Если вам не близка позиция Эдуарда Лимонова, то 5533 смс-сообщение с буквой Б. Это что за символизм? Именно ваш голос может стать решающим. Итак, если вам близка позиция Эдуарда Лимонова, 5533 смс-сообщение на этот короткий номер с буквой А, больше ничего отправлять не надо. Если вам не близка позиция Эдуарда Лимонова, 5533 смс-сообщение с буквой Б. Огромное количество писем и звонков. Давайте будем общаться. Добрый вечер. Добрый вечер. Игорь Лимонович снова беспокоит. Нет, нет, добрый вечер. Алло. Да, вы в эфире. Как вас зовут? Юрий меня зовут. Да, Юрий, пожалуйста. Я приветствую вас. Я у Эда и у Эдуарда. Вот что хотел спросить. Эдуард, как вы думаете, Владимир Путин знает имена заказчиков Анны Политковской, Литвиненко, Анатолия Собчака? Да, спасибо. Значит, я по мере... Это все догадки я сейчас буду высказывать. Я думаю, что он не знает заказчиков убийства Политковской. А вот Литвиненко не знаю. Не знаю. Вот Политковской я уверен, что он не знает. Это не... Не буду объяснять, ограничимся этим. Ответ дан. Если вам близка позиция Эдуарда Лимонова 5533 смс сообщения с буквой Ох, как интересно-то. Итак, если вам близка позиция Лимонова 5533 смс сообщения с буквой А, не близка 5533 смс сообщения с буквой Б. Идет голосование. У вас буквально еще две минуты есть. Вы в эфире. Как вас зовут? Добрый вечер. Добрый вечер. Меня Вадим зовут. Да. Я, конечно, во многом согласен с господином Лимоновым. И понимаю, что нынешняя власть основана, в отличие от советской, нынешняя власть заинтересована в многомиллиардных и многомиллионных доходах физических лиц, которые находятся в власти. Потому что просто так они власть не отдадут. И будут сжимать гайки, закручивать. Верно, верно. Понятно, да. Но вопрос такой. Все-таки где господин Лимонов видит союзников? В ком? Посмотрите на мой путь коротко последних лет. В 2006 году мы вместе с Каспаровым создали коалицию «Другая Россия». И я помню первую конференцию коалиции, когда люди в зал стоял, были все, в том числе и тогда еще живая Политковская. И кого только не было, было столько надежд. Вот это была, на мой взгляд, идеальная коалиция. Там были все и левые, выступал и Анпилов, и кто. А потом все распри, вся желчь, вся грязь развалила коалицию. Я, когда меня упрекают и говорят, вот он ни с кем не хочет. Вы вспомните недавнее прошлое. Я был в тени намеренно, стоял в тени Каспаровой. Я доверял ему, я думал, он нас поведет. Вот когда я убедился, что над ним преобладает его там темперамент, его неуживчивость, его там множество качеств. И когда он порвал все отношения с Касьяновым вначале, а потом развалил и всю коалицию, потерял к ней интерес. Вот тут я, честный союзник, я бы отходил все эти годы на второй план. Когда я увидел, что некому везти, вот тут я вышел и сказал, ребята, хватит. Теперь мы будем пытаться везти людей, раз мы не видим командира. Что же нам, не воевать, что ли? Что нам, я имею в виду в кавычках, что же нам, уйти из политики? Слушайте, я не буду сейчас пока еще объявлять итоги голосования. Давайте я его еще на одну минуту продлю, потому что это вот очень интересно. Сейчас я, конечно, поражен, но тем не менее. Если вам близка позиция Эдуарда Лимонова на короткий номер 5533, пожалуйста, отправьте смс-сообщение с буквой А. Если позиция Эдуарда Лимонова вам не близка, 5533, смс-сообщение с буквой Б. Еще одну минуту голосуйте, пока ваши звонки 6510996. Добрый вечер, вы в эфире. Алло, здравствуйте, Сергей. Да, Сергей, пожалуйста. Господин Лимонов, как считаете, как бы у нашей власти сегодня, да и власти легитимно назвать сложно, из 110 миллионов взрослого населения, из-за нее проголосовало там реально 35, может быть, 40 миллионов. Это первое. Второе, они, вот эта вот группировка, которая сегодня возглавляет всю эту страну, всю нашу страну, контролирует огромное количество денежных потоков. И, естественно, придя, допустим, власти другая группа, ваша или какая-либо, вы же понимаете прекрасно, что они отдадут вот этот контроль. Самая проблема-то во всем, как они уйдут, как они передадут власть. Это невозможно, потому что все упирается в огромные деньги. И вся машина эта работает на безопасность именно вот этого контроля. То есть чем больше они контролируют, тем им спокойнее живет. Ваш вопрос, это как бы такой опровергающий историю, всю нашу историю, Россию, историю других стран. Всегда было невозможно. Как случилась французская революция? Случилась она, случилась. И была необходима, теперь все знают, что была необходима. Случилась русская революция, множество революций. В Китае случилась революция в 1911 году, в 1913 в Мексике. И всегда было невозможно. Все, все контролировали. На Кубе там, я не знаю, Батиста сидел с огромной армией, а против нее выехали на этом несчастном суденышке 81 человек, а потом осталось 19. Кубинская революция началась с 19 человек. Ну сделали же. Они смогли, значит мы сможем. Так, добрый вечер, вы в эфире. Алло. Алло, добрый день. Очень коротко, представляйтесь, добрый вечер. И ваш вопрос. Меня зовут Сергей, город Москва. Да. Был вопрос в отношении компромиссов. Я бы хотел уточнить у Эдуарда. В чем он видит эти компромиссы с властью? Спасибо. Спасибо вам. Я говорю, что на переговоры надо переговариваться со всеми. Но переговоры с этой властью невозможно. Они уже доказали это. Вы видели, как унизительно согласились на переговоры вот совсем недавно. Помните, когда все пошли к Медведеву? Да, да, да. Когда пришел Удальцов с какой-то этой жалкой подметкой Пономарева. И что из этого вышло? Вы помните, как Медведев кивал там. Ему нужна была вот эта, вот эти минуты поклонения к нему, когда явились. Ему были нужны. Вот это, этого он хочет. А что потом это вылилось? В том, что Удальцов пришел на галерку, сел там для места для корреспондента. И ему унизительно стали говорить, да, смотрите в зал, вот подыскивайте себе места. Вот что, если вы будете вести себя хорошо, вы будете сидеть здесь, в этом зале, на этих местах. Я никогда бы не пошел на такое. А на что вы пошли? Никогда не пойду. Вот на что пошли бы? А вот я пошел бы 10 декабря и сказал бы, мы не уйдем отсюда, пока вы не отмените результаты выборов 4 декабря. Вот зачем нужны такие люди, как я? И зачем они будут нужны? Вот смотрите, все, наше время вышло. Потому что все остальные жидкие, ребята, у вас жидкие лидеры. Как вы думаете, сколько слушаете в процентном соотношении? 93. Нет, ну все-таки 93. 72,41 процента слушателей. Финам, ФМ, близка им ваша позиция. Ну, потому что они понимают, что я... 72,41, я потрясен. Один мужик сказал, что чувствуется честный человек, вот сейчас есть огромный запрос на это, видимо, вот и это одно из причин. Сколько еще раз скажите? 72,41 процента слушателей Финам, ФМ, с вами согласны. Ну, отлично. Но 27,59, у нас до сотых, да, машина позволяет считать, с вами не согласны. Все. Спасибо огромное. Спасибо вам. Эдуард Лимонов, Реальное время, Финам, ФМ. Спасибо вам, я в вас верю, извините меня за грубость, я, в общем, не грубый человек, я скорее резкий, такой, быстромыслящий. После новостей, итоги дня. Спасибо.